Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 22 октября, и мы с вами прочитаем отрывок из 1-го послания апостола Павла Коринфяна, 4-ю главу, с 9-го по 16-й стихи. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «Но, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе такие разумные. Мы слабы, а вы сильны. Вы в чести, а мы в бесчестии. Мы по сей день голодаем и жаждем. Мы ходим в отрепьях, нас избивают. Мы без крова, мы в поте лица зарабатываем на хлеб собственными руками. Нас бронят, мы благословляем. Преследуют, терпим. На нас клевещут, отвечаем добрыми словами. Мы стали для мира как мусор, мы до сих пор отбросы общества. Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы вразумить. Ведь мы мои любимые дети. Будь у вас даже несметное число воспитателей в Христе, отцов не может быть много. Ведь это я принес вам радостную весть, и тем родил вас для Христа. Я прошу вас, следуйте моему примеру». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали отрывок из первого послания Коринфянам. Сегодня день субботний, поэтому мы с вами от нашего последовательного хронологичного чтения перенеслись в то послание, которое уже мы с вами как-то прочитывали. И в четвертую главу с вами попали. Прочитали отрывок, который в течение церковного года читается даже не один раз. То есть сегодня он был прочитан как рядовой, и мы с вами всегда читаем рядовые отрывки. Вы знаете, именно для того, чтобы никакой отрывок не был упущен. Потому что некоторые отрывки, являясь с одной стороны рядовыми, в некоторых случаях бывают читаемы, когда празднуется какой-то праздник или память некого святого. Скажем, вот этот отрывок часто является отрывком, который читается в день памяти апостолов. Потому что здесь как раз и говорится об апостольском служении. Говорится с некоторым таким моментом укора по отношению к Коринфянам. Почему? Я напомню, потому что апостол Павел для Коринфян не был таким уж сверхавторитетным апостолом. Так сложилось, что взаимоотношения Павла и Коринфян, они не были слишком уж безоблачными, скажем, такими теплыми и доверительными, как, скажем, отношения Павла и фессалоникийцев, или Павла и филиппийцев. Вот мы скоро начнем читать послание Павла к филиппийцам, и мы увидим, насколько отношения его к христианам Филиппах и этих христиан, в свою очередь, к Павлу, действительно отличались радостью, теплотой, доверием. С Коринфянами так не вышло, и поэтому Коринфяне часто подвергали авторитет Павла сомнению. Тем более, что Павел, как апостол, который ходил из города в город, проповедовал вместе со своими спутниками, часто оказывался действительно в очень сложных ситуациях. Коринфяне жили в основанной апостолом Павлом церкви, имели некие духовные дары, об этом мы знаем из первого послания Коринфянам в первую очередь, и несколько надмивались, или, как будет еще точнее перевести с греческого, надувались, становились такими надутыми от своей гордыни, от своего превозношения, относительно того, что они вот такие даровитые, такие духовно талантливые, одаренные люди. И при этом они могли жить в некоторой степени в покое, в каких-то более комфортных условиях. А Павлу, как человеку, который постоянно путешествовал, проповедовал в разных местах, ему приходилось терпеть очень многое, много нестроения. Мы помним, как он это перечисляет во втором послании Коринфянам, все эти свои нестроения, и здесь о них упоминает, что и голод, и жажда, и преследование, и побои, и чего только не приходилось терпеть апостолам, именно вот этим проповедникам, миссионерам, Павлу и его спутникам. Действительно, это был великий подвиг. И как раз здесь вот мы видим, что, если мы чуть-чуть раньше поднимем глаза, и увидим, допустим, восьмой стих, мы не так давно когда с вами прочитывали, конечно, первое послание к Коринфянам, читали эти слова, здесь апостол Павел иронизирует, помните, восьмой стих, «О да, у вас уже всего вдоволь, вы уже богачи, вы уже воцарились и без нас, хотел бы и я, чтобы вы воцарились, тогда и мы царствовали бы вместе с вами». То есть здесь вот эта ирония над этой мнимой самодостаточностью Коринфян, над их приводовозношением, над их горделивым взглядом, в том числе на самого апостола Павла и на прочих, вот таких вот, скажем, бродячих миссионеров, бродячих проповедников. И тут, противопоставляя этой коринфской надменности, коринфской надутости, истинные трудности, сложности апостольской жизни, Павел как раз пишет эти слова, которые мы с вами сегодня читали, да, и начинается с девятого стиха. «Ну, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене». Вот очень интересное выражение, очень интересная фраза, и если мы с вами вспомним, скажем, синодальный перевод, то мы об этом говорили в прошлом году, когда читали этот отрывок, там перевод не совсем точный с точки зрения донесения до нас смысла. Там речь идет о том, что Бог отвел нам быть последними апостолами, да, последними апостолами, то есть там вот слово «последний» и «апостолы», они объединены как бы в едином словосочетании. И получается, что читатель думает, а кто такие эти последние апостолы? Павел и его спутники, да, почему они последние апостолы? Ведь они как раз, наоборот, одни из первых. Вот, то есть немножко такая путаница получается. А в греческом тексте, и вот здесь в новом переводе, эта путаница на самом деле отсутствует. Здесь речь идет о вполне конкретной ситуации, да, вот здесь, например, в этом переводе говорится, что Бог отвел нам апостолам место в самом хвосте процессии. То есть вот что имеется в виду «последние», да, то есть мы апостолы, нам, апостолам, Богом отведено быть последними, то есть в самом конце процессии. Вот что имеется в виду, когда говорится, что апостолы – это последние. Они не последние апостолы, они последние в плане, что они идут в конце вот этой процессии, приговоренных к смерти, да. Ну, есть одно толкование, которое говорит о том, что эти последние – это те, кто шли в триумвальном шествии победителей, скажем, да, когда возвращался какой-то полководец с победой, в конце процессии, в хвосте процессии шли порабощенные люди, да, представители порабощенного народа, и часто их отправляли действительно на съедение диким зверям, на арену, в частности, на арену Колизея знаменитого, или иногда сбрасывали со скалы, но в любом случае они считались приговоренными к смерти, да, если даже и не на арене, то вот еще каким-то другим способом. Ну, или есть другая версия, тоже связанная, конечно, с тем, что эти последние погибали на арене, но есть такой как бы нюанс. Уточняющий, что эти последние, они нужны были для того, чтобы люди насытились кровью, так скажем, да, то есть был, допустим, какой-то гладиаторский бой, может быть, гладиаторы боролись со зверями, вот еще какие-то, может быть, представления, ну, мы помним, да, что хлеба и зрелища – это один из самых знаменитых лозунгов Римской империи, потому что действительно во время этих представлений людям бесплатно раздавался хлеб, и показывалось зрелище, подчас кровавое, беспощадное. Ну, если, скажем так, толпа не насыщалась кровью или так казалось организатором тех или иных игрищ, что нужно еще крови, то тогда выводили вот этих самых последних, подчас совершенно так беззащитных людей, которые должны были просто удовлетворить эту жажду крови, крови, скажем, выводили их, опять же, на съедение зверям, на растерзание зверям, чтобы вот уже действительно толпа удовлетворилась. Да, вот такие были, конечно, времена своеобразные, да, когда люди не просто, скажем, приходили смотреть, там, как сейчас тоже люди ходят в театр или в кино что-нибудь, хотя и сейчас в кино бывает показывают всякие зверства, но тогда люди смотрели это в реальном режиме, вот, и каким-то образом даже получали от этого удовлетворение. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 4 главу, с 9 по 16 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое превыше небес. Слово Божие, Господь! Слово Божие, Господь! Продолжение следует...